Музыкальный проект «С музыкой о музыке» в рамках проекта «В мире пианизма» расскажет вам о пианистах, родившихся в феврале месяце. Клаудио Арау родился в 1903 году, 6 февраля. Отец Арау, Падиб Рано. Арау воспитывался матерью, и у неё же учился играть на фортепиано. Впервые выступил в 1908 году в возрасте 5 лет. С 1910 года учился у итальянского пианиста Бин де Паоли. В 1911 году уехал учиться в Берлин. Первый сольный концерт Арау в Берлине состоялся в 1914 году. С 1924 по 1940 год Арау подпадал в консерватории Штерна. В 1927 году выиграл гран-при международного конкурса пианистов в Женеве. В 1940 году Арау вернулся в Сантьяго, где открыл музыкальную школу. Арау много гастролировал по Европе, Северной Америке, Бразилии, Японии. Но спустя 17 лет отсутствия в Чили вернулся туда с целью играть для нового поколения, которое его ещё не слышало. И он был удостоен огромного, радостного, тёплого приёма. КОНЕЦ 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 Борис Эмилиевич Блох родился 12 февраля в 1951 году в Одессе. С 1958 по 1968 год он учился в средней специальной музыкальной школе имени Столярского у Элеоноры Левензон. После того, как он окончил школу, он поступил в Московскую консерваторию в класс Татьяны Николаевой, но на втором курсе перешёл к Дмитрию Башкирову. После окончания консерватории в 1974 году Борис Блох эмигрировал в США, жил и работал в Нью-Йорке, принял участие в нескольких международных конкурсах, стал победителем в международном конкурсе пианистов имени Бузони, а также занял второе место в международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве. В 1985 году Борис Блох живёт в Германии, а в 1995 году он стал профессором фортепиано в Университете искусств Фольк-Ванг. Борис Емельевич Блох является особенным, известным интерпретатором Ференца Листа и Модеста Мусоргского. Кроме того, он играет сочинения разных композиторов 17-20 веков. Кроме того, он играет сочинения разных композиторов, Кроме того, он играет сочинения разных композиторов, Кроме того, он играет сочинения разных композиторов, Играет музыка Играет музыка Играет музыка Дмитрий Шишкин родился 12 февраля в Челябинске. Музыка его стала привлекать с самого раннего детства. Его мама, талантливый фортепиано-педагог, заметила этот интерес и стала развивать его. Именно она научила его трудиться и добиваться результата, что так важно для начала. Уже в два с половиной года Дима сел за рояль, а в три впервые выступил на сцене, где сыграл небольшие пьесы собственного сочинения. А в шесть лет Дима уже выступил с оркестром, где сыграл концерт Баха. Именно благодаря маме и своей первой учительнице Светлане Вячеславовне Ивановой, Дима настолько проникся музыкой, что без нее уже не представлял свое будущее. Позже Дима поступил в музыкальную школу имени Гнесиных, где учился у хохлоу Михаила Сергеевича, который научил его добиваться хорошего звука аж до седьмого пота. Потом он учился в Московской консерватории у замечательного профессора Элиссона Ладзе. Его игра стала более островой и академичной. Потом Дима продолжил обучение в Европе. И даже теперь Дима продолжает учиться и совершенствоваться. Талант Дмитрия был ценен на многих конкурсах. Поначалу конкурсы для детей. Например, первое место на конкурсе «Щелкунчика» в 12 лет. Затем Дмитрий стал лаурятом на многих престижных международных конкурсах. Например, как в конкурсе «Бузони» или «Королевы Елизаветы». Но самая главная победа на конкурсе Чайковского, где он занял второе место в 2019 году. В 2018 году Дмитрий выиграл в международном конкурсе исполнителей в Женеве. Репертуар Дмитрия огромен. Он исполняет гениально так музыку и зарубежных композиторов, и близкую ему по духу русских композиторов. Например, как Чайковский, Мэттнер, Рахманимов и Прокопьев. Манер из его игры поражает не только биртуозной техникой, но и четким проникновением к звуку и любовникам музыки. Поэтому я очень люблю приходить к Диме на концерты, ведь он мне помогает преодолевать трудности игры на футопиано. И еще Диме очень желаю, чтобы у него было много концертов, и он смог сделать всех счастливым. Субтитры создавал DimaTorzok 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 записей второй фортепианный концерт Прокофьева, третий фортепианный концерт Рахманинова и первый фортепианный концерт Чайковского. Критики так отзываются о игре Аркадия Аркадьевича. Его техника не производит ощущение феерического мастерства для блистательного трюка. Куда больше она похожа на какую-то природную или естественную особенность его организма. В пассаже всех ранжиров он может сыграть едва ли не быстрее, чем это вообще можно сделать на рояле. Причем внешне пионис даже не шелохнется, бровью не поведет, играя какое-нибудь головокружительное сочетание технологических сложностей. Томас Фрост, продюсер Сониклассикл, сказал, что у него было все. Воображение, цвет, страсть и феноменальная техника для воплощения своих идей. Цена Сониклассикл Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!